здравствуйте это all street онлайн и как всегда по пятницам правда сейчас с опозданием немножко понедельник запись all street онлайн свежая и начнем по традиции с календаря событий которые ждут нас на этой неделе значит по важным событиям понедельник председатель ецбэлла гард выступит встречу в 19 15 вечером далее у нас получается вторник средний уровень зарплаты по британии и количество заявок на получение пособий по безработице также ввп 4 квартал япония предварительный показатель и индекс экономических настроений z и w германии в среду значит запас сырой нефти и публикация протоколов фонс в 2200 это не процентной ставки просто публикация протоколов поэтому сильное большое влияние на волатильность или же динамику фондового рынка не будет влиять не под этим четверг число выданных разрешений на строительство в марте уже в принципе можно будет на этот показатель посматривать как раз закладываются фундаменты будут для строек самое но число первичных заявок на получение пособий по безработице это тоже в четверг значит ожидается что снизится количество на 3000 относительно предыдущего показателя это ожидание прогноз посмотрим как и читают ну вот собственно и из важных событий но это при ну если смотреть фильтров там где три головы быка или 3 звездочки каким чудным образом в не слишком важных отчетов отнесли такие отчеты как во вторник 15 февраля четвертый квартал ввп еврозоны это будет 300 также заседание еврогруппы будет 300 значит предварительный показатель по ввп предыдущий был 46 ожидается что будет на том же самом уровне соответственно посмотрим как будет на самом деле дальше у нас еще аукцион по размещению десятилетних казначейских облигаций германии между 13 и 16 часом в среду важный такой момент не помешает отслеживать и выступление председателя бундесбанка вюрмельнга нас 30 в среду опять же вечером будет кстати нас на этой неделе очень много выступлений и в ецб представителей шнабель пятницу линия в четверг выступает лейна в тоже в четверг и в общем со стороны и cb очень много будет выступлений собственно точно так же какие с федрезерва так ну в общем то и все это то что он из календаря по отчетам компании которые считываются на этой неделе значит из таких более популярных и капитализированных возьмем airbnb потом глинкор отчитывается в это вторник отчетом энджи франция в среду отчитывается nvidia циска и и и ай ай джим дальше у нас идет отчет в четверг волмарт очень важный показатель airbus группы это уже франция керинг и собственно все до пятницу ну там дир компанию и в собственном больше отчетов не предвидится вот такие события теперь осмотрим нефть 90 сейчас включил в апрельский контракт что мартовский уже по сути себе и жил по и по ликвидности упали уже обороты соответственно будем смотреть следующий контракт апрельский значит по ликвидности топ был у нас единство числа 90 тонн по сель и вот на самом пике в получается 93 отметку протестилим и пока корректируется котировочка и это в принципе ожидаемо что покупать на таком уровне не каждая смелится давайте посмотрим по открытому интересу позиции набирают и они в принципе до сих пор удерживаются в районе трехсот двух тонн по агрессору посмотрим последние такие выстрелы были 11 числа 3 4 на покупку здесь мы уровень еще с выберем в качестве поддержки и на них будете ориентироваться сегодня завтра ну собственно до первый уровень поддержки которых у нас было это непосредственно 91 3 90 1 9 его сейчас уже пролетели пробили полностью тут даже и даже не было и намек она попытку купить на том уровне да и в принципе зачем так дорого дальше у нас идет там где ядро дня не спас последний торговой сессии непосредственно возле 90 можно взять в качестве уровня 89 и 6 92 и ну можно конечно в 94 если там будут сильно проявляет свою активность ну собственно чуть ниже ядра вот у нас идет ядро здесь также идет группа уровней на покупку и давайте такой более плотненький уровень выделим который наиболее хорошо проторговался вот эти вот ребята мы их возьмем то есть таким образом мы их совместим с уровнем 90 89 и 9 по 90 и 40 уровень поддержки раз отдельно в диапазон еще стоит отметить 89 40 89 и 6 2 и группа такая прям хорошо проторговали это 88 и 3 по 88 6 я даже выделю немного ярче уровень и 89 конечно то есть вот такая сетка по уровням поддержки отчасти это благодаря вот этим двум торговым сессиям у не были на открыть рост открытого интереса и собственно там агрессоры были на покупку будут ли удерживать покупатели фьючерс выше 90 тут принципе wp пока идет ближе к 88 87 но я думаю что в любом случае коррекция хотя бы здесь начнет отрабатываться тут три или даже четыре сессии были на хорошем уровне целом уже как бы холодный сезон заканчивается и плотный спрос на нефтересурсы нефти и газа немножко должен снизиться даже с учетом разных военных конфликтов и в что как бы нефтетрейдеров заставляет для перестраховки задариться на всякий случай контрактами заранее но тут как бы уже 93 отметка давно уже не была такая дорогая нефть по сопротивлению тут по сути мы корректируемся даже с учетом того что там были покупки на самом хая буквально но вот такой это 92 и 7 можно так сказать чем идет пока коррекция вполне ожидаемая прогнозируемая и начиная с уровней вот 94 89 и 9 первый такой блокпост который будут тестить я думаю что принципе еще вот этот уровень он пока еще притормозили если вот этот уровень удержит то нас поддержка будет очень ярко выраженная тем самым как бы единственное что кто осмелится там покупать на этом уровне то есть в любом случае если вы планируете купить это желательно вот в этом диапазоне искать поддержку и на крайнем случае уже на самом на самых лаях противном случае если будут пробивать даже без остановок без какой-либо поддержки на коррекционном после сильного снижения если пробьют в этот диапазон после коррекции можно будет уже относительно ядра понедельника пробовать щупать сделки на шорт вот но удар был достаточно хороший на рост и дельта как бы себя показывать посмотрим как будут работать с этим уровнем вполне могут еще удерживать на высоких ценах за баррель нефти так как открыт интерес не падает не выходит из позиции как раз наоборот на прошлой неделе хорошо набрали особенно вот эти вот все торговые сессии были с притоком открытых позиций вот такая ситуация сейчас по фьючерсу на нефть сель с поставкой в апреле так еще на всякий случай сейчас глянем не апрель а в мае какая там активность и почем там нефть как видите нефть здесь по 89 с половиной то есть не 92 не в 93 а 89 с половиной это уже с поставками в мае соответственно нисходящий динамика вполне ожидаемо и это будет даже ну как бы норме bitcoin bitcoin который торгуется на семье как-то в комментариях написали что не этот не эту котировку нужно анализировать в целом как бы по корреляции у них достаточно большие но хорошая плотная корреляция поэтому я больше склоняюсь как бы вполне согласен что можно на беда смотреть и совсем другую котировку но здесь более-менее хотя бы централизованно все на бирже в семье какие-то есть органы которые следят за тем что происходит даже учитывает разные алгоритмы в выскочастотники и те же самые спуфинге ну поэтому пока вот будем смотреть на семье если прям слишком уж нужно можно будет там включить и финанс биржу и там смотреть котировочки корреляция плотная у них поэтому не сильно отличается значит очень сильный их уровень поддержки вот обратите внимание total дельта именно дисбаланс 4 числа было 673 контракта очень сильно купили особенно в коридоре 39 с половиной по 40 с половиной этот уровень точно берем по качестве поддержки ну если быть точным 39 40 по 40 и 80 этого диапазон который явно будут пробовать как минимум хотя бы защитить сейчас пока котировка застряла вот в этом плотном коридоре байеров могут удержать в принципе еще еще не все потерянном то есть есть шансы и 42 и 200 по 41 400 вполне могут еще пока удержать как мы видим диапазон уже тестируют и в WP как раз идет на плюс-минус этом уровне по сопротивлению здесь у нас сорок пять три нуля и плюс-минус там пару по 50 долларов уже ниже также 44 700 и 44 800 это уровне сопротивления ближайшее время могут принципе пригодится так 44 400 сейчас посмотрим сколько там было 35 вот еще кстати 44 уровень тоже хорошо шутили на той неделе и пятница если не ошибаюсь до ушла как раз ниже этого диапазона и больше не тестировала этот уровень то есть вот такая сетка у нас по сопротивлению на биткоине ну а поддержка естественно весь этот диапазон и потом чего диапазончик вот этот весь как минимум ближайший на эту неделю явно если уже все-таки упадут еще ниже то здесь у нас получается диапазон 38 по 38 500 и плотненько коридор вот этот непосредственно 36 700 по 37 и 100 водка активность и такие уровни на биткоине значит по ликвидности в хорошие были обороты 4 числа больше 8 тонн почти девяточку сделали 10 числа то есть в целом 45 тонн шли более-менее в аккурат последние две недели 7 числа было 6 тонн оборот и пятница у нас четыре с половиной то есть два раза меньше чем в четверг то есть ну это как раз норма у них плюс минус около четырех четырех с половиной пяти тонн по уровням сопротивления я отметил ну и по поддержке тоже очень-очень прикупили в принципе я думаю если буду тестировать сороковку могут там еще раз попробовать прикупить также обратите внимание что есть большие биктрейды их можно заметить вот здесь на этих уровнях чуть поменьше покупки даже замечены здесь по биктрейдом тут тут также рядом есть и мелкие на шор то есть таких крупных на покупку пока вернее на продажу пока вы как выйти не имеем поэтому вполне может быть что или этот уровень будет удерживать либо же попробует удержать этот уровень золото я подгрузил немножко с октября котировку так как у нас есть исторический уровень сопротивления очень плотный коридор полторы недели здесь простояли достаточно весомая локация по отметкам селлеров это 18 55 по 62 с половиной уровень как раз вот на прошлой неделе прокалывали ну здесь пока и остановились вполне может быть еще пока предварительно ну если будут атаковать дальше там 18 80 и выше я думаю здесь пока пол недельки пройдет баталия по типу вот такого формата только потом могут попробовать толкнуть выше но если в целом будет нефтянка корректироваться относительно своих высоких уровней то в принципе золоту тоже не помешает немножко после такого хорошего постоянного роста особенно последних эти две недели просто отлично шли на покупку самые ликвидные на прошлой неделе у нас были 10 11 числа вот особенно 11 число достаточно ударный хороший показатель был этот новый контракт 2 или две с половиной недели торгуются плюс открытого интереса набирает обороты то есть позиции не фиксируют особенно при расшел вот непосредственно прошлой неделе то есть вот эти все локации вот эти уровни мы берем в качестве ключевых на ближайшее время сейчас я подключаю подгружаю вернее свежий контракт вот новый ядро у нас получается 18 10 17 96 это основной объем по сути на позапрошлой неделе и их по поддержкам здесь мы выделим вот таким образом значит я дробь прошлой неделе 18 27 по 18 3 4 ну а до этого неделя была как раз на уровне ядра и посмотрим по уровням поддержки сопротивления значит 18 30 и выше вплоть до 18 можно смело до 40 выбрать то есть эти 10 долларов плотный коридор агрессоров на покупку также можно захватить и 44 там немножко есть такой level то есть вот 45 принципе можно и 45 сюда добавить но там немножко есть сайлеров как раз вот этот диапазон и дальше у нас пролетели без особого без особых проблем by rush или коридор и вплоть до 6 где-то 58 до 58 все 7 там без проблем были в основном активности агрессоров на покупку по сопротивлению отмечаем уровень диапазон 55 62 это еще с исторический и коридор с все семь с половиной по пятьдесят девять с половиной весь этот level у нас из свежих уже диапазонов сопротивления сейчас пока не нырнул ниже этого уровня ну тут явно сбрасывали покупки то есть те кто на прошлой неделе прикупил соответственно поэтому он как надежный опорный уровень сопротивления будет ну с вопросом поэтому будьте осторожны рынок ну котировка было уже достигну достигнула предела прогнозируемая то есть перегрета покупками и здесь как бы удержание чем дольше будет удерживать котировку на этом уровне тем больше вероятность что мы все-таки попробуем толкнуть еще выше 1875 и выше то есть пока уверенно держится со стороны байеров первое вот поддержка 1853 тут 900 контракта уже набрали я покажу за счет чего 975 это было как раз 13 числа азия и 52 с половиной тоже то есть уровень пока не пробили если будут сегодня и вплоть до завтра удерживать на этом диапазоне то байры есть и у них есть какие-то цели то есть они видимо еще не весь рост отработали в противном случае если пробивает все третью то будем их пробовать щупать на 1840 если же вы зашли в шорт там с четверг или 5 пятницу скорее всего то очень внимательно следите за 60 то есть если уже здесь будут пробой со стороны байеров то наверное будет пока повременить с продажами то есть сам факт того что не роняют сильно котировку на шорт на таких посадкова сильного роста уже говорит о том что у байеров пока еще есть какая-то цель то есть они видимо еще хотят про про тот продавить цену и выше может даже 1880 или три восьмерки посмотрим ну открытый интерес растет по дельте у нас получается практически все время тут байеры кроме 10 числа там было пять и шесть пять девять дисбаланс но судя по всему это не остановило покупатель потому что четыре чаще пятерку сделали в пятницу и сейчас уже на данный момент сделают 1000 1300 контрактов перевес на стороне байер то есть вот после такого роста все равно байер активно про про проталкивают цену и удерживают контроль пока что на данный момент рубль вот такая ситуация сейчас на рубле резкий скачок в пятницу до 78 500 ну и соответственно сегодня еще идет отработка этого уровня открытый интерес с фиксации позиций потихоньку начал выходить на прирост начиная с 8 числа 9 уже было потихоньку видно и 10 был хороший прирост потом 11 и продолжается сейчас 2 миллиона 138 тонн по ликвидности как раз снижение последние полторы недели шло так достаточно в рабочем режиме даже иногда были сессии ниже уровнем среднего показателя по оборотам то есть по крупным single big трейдом видим что с нахаях особенно 80 79 очень сильно шортили ребятки крупнокалиберные залпы вот и таких прям мощных байеров пром прямо очень-очень здесь как вы видите не замечено вот как раз в районе 75 76 вот здесь к примеру если то релиз заранее здесь уже были прострелы хорошие у байеров здесь тоже здесь а тут как вы видите все прошло как бы в тихую но три ядра вот так вот сконцентрировали здесь по итогу у нас давайте посмотрим по week срезу значит ядро недели так и осталось здесь вот на уровне 75 775 300 и по дельте идет вот такой вот крен по агрессорам значит уровни поддержки по этой неделе получается у нас плотный диапазон 75 800 75 420 это как раз еще раз напоминание что дельта массив агрессоров и ядро могут чуть-чуть смещаться то есть не не весь диапазон там где идет ядро будет чисто за одной группой агрессоров и потом у нас идет диапазон 76 360 по 77 вот тут поменьше уже было в активности давления но она имеется как видите вот как раз граница 77 можно сказать она вот сейчас протестировали и да вот 77 давайте поставим ровненько и 76 также пока вот этот коридор весь у нас на стороне байеров давайте я включу дельта режим посмотрим ну вот здесь как бы пропустил да вот тут хороший диапазон 76 140 по 85 960 даже 980 это у нас агрессоры на покупку саппорт берем вот здесь особенно тут по десяточки отметились плотненько потом у нас идет диапазон 75 720 по 75 860 тоже набрали по 25 по 15 он здесь неплохой коридор ну и 75 540 по 75 400 это если брать вот непосредственно здесь уже самый такой мощный под до 20 до 65 тонн за счет четверга вот здесь четверг уже затарились покупками и пятница уже ушла именно с этих уровней вот такие уровни поддержки на рубля и судя по всему пока еще в татуре нет не взял не отметил так здесь также мы берем вот этот коридор но очень много коррекция если будет продолжаться то ее можно будет попробовать взять в районе там как минимум хотя бы в начале 76 74 76 400 то первые такие как по мне но если в ниже 77 очень яра не будут пускать соответственно берите это на заметку это ну подсказано говорит о том что байеры очень объемно настроены толкать выше рубль но опять же каких-то крупных big трейдов не замечено даже по хайден трейд нет нет особо такого большого дисбаланса вот такая дельта у нас в пятницу 184 к посмотрите в сравнении с шортами 90 60 50 вот единственное было хорошее 27 числа с 80 уровня развернули в обратную реверсивная была ситуация а вот то есть бывает и по 230 к и по 200 то есть 184 ну в норма это вот такие сессии начинается рост и так далее здесь как раз достаточно волатильная сессия была в пятницу и соответствующая реакция на понедельник идет коррекция относительно этого резкого роста вполне пока прогнозируем а посмотрим если будет ниже просаживать как будут встречать в этот диапазон если вы будете искать точки входа на бай шортами по текущей вот активности непосредственно относительно текущей сессии здесь вот пятерка раз тут 12 тонн 2 это шарты я отмечаю там где шартов было достаточно ну в общем то таких прям мощных три вот 77 800 два раза по 6 мы здесь котировочка пока выше так здесь у нас байеры в общем пока суммарно 12 тонн это открылась сессия понедельника давайте посмотрим сейчас еще спот так это у нас спать us вы сами видите в по ликвидности в 5 и 4 миллиона то есть у нас из последних таких ориентиров 5 и 4 5 4 6 половиной было это ударная сессия на бай и потом сползали немножко по 5 по 4 с половиной вплоть до 2 с половиной скатились по ликвидности и тут резкий взрыв 38 5 и 4 здесь первый же уровень поддержки вот сейчас прям тестируют мы его отмечали на фишном контракте здесь в принципе с кожи ситуация 76 65 76 25 это уровень саппорта который в принципе могут не пробить если не пробьют то у нас как бы тенденция на рост еще может быть вполне не исключена обратить внимание плотность агрессоров на покупку это непосредственно 74 7 по 75 75 по 75 и 3 и плотный коридор в 76 там 75 и 8 но вот этот вот такой достаточно лайтовый но пока заставил понедельник немножко приостановится со своей коррекцией дельта 700 к на секундочку 229 было здесь четверг и в пятницу 700 к с 5 и 6 объема то есть это процентный перевес 13 процентов это очень мощный то есть если бы еще четверг рассматривать как фиксацию шердов еще куда не шло но вот уже здесь явно пошли начали толкать именно вот дисбалансом на покупку значит и wp в районе 76 то есть допустимая коррекция как раз здесь идет уровень поддержки вполне могут там сегодня попробовать байеры еще раз взять рубль с вектором на север противном случае у нас уже имеется вот с утра здесь диапазончик шердов 77 77 с половиной здесь шердов не так много но они уже проявили себя пока дисбаланс на стороне продавцов 12 тонн а на фьючерсе если не ошибаюсь у нас идет как раз еще на покупку 12 тонн вот так вот идет арбитражная ситуация это был рубль и давайте сейчас еще на всякий для случай рубль не рубль соль и ртс подгрузим и так опять же хорошая ликвидность миллион двести в 800 к был нас четверг и сейчас нисходящая динамика которая началась в пятницу по открытому интересу в позиции набирали вот эти три сессии потом было без изменений даже учитывая то что снизились очень сильно у нас получается 134 даже 135 вот здесь коридор трех сессии мы берем качестве и уровня поддержки и уровня 139 250 на 134 0 50 там 100 тысяч ровно значит по поддержке также у нас идет сейчас по неделям посмотрим ну ядро недели прошло у нас так и осталось 153 по 152 153 с половиной соль по 152 и тут еще есть промежуточный уровень как раз за счет пятницы вы здесь сформировали 148 плюс-минус посмотрим срез по дельте и так значит по дельте у нас имеется такой плотный коридор шуртов это как раз опять же за счет пятницы 144 400 по 147 750 вот этот уровень тут видно даже есть big trade на шорт они уже начали как бы заваливать шортами потихонечку в четверг и в среду в отличие от таких моментов когда прям жестко коридор прям целый заваливают шортами здесь очень скуденько вот имеются также небольшие покупки уже сегодня и по саппорту у нас как раз практически дошли до 135 с копейками тут у нас еще с января хороший такой локейшен на поддержку и поддержка еще имеется вот здесь есть уровень сто тридцать девять но он уже не свежий как бы там где-то две тренили назад татура информировали поэтому больших шансов или надежды на этот уровень не так много 139 136 900 вот такая активность сейчас по дельте у нас получается 9 8 из 10 были очень неплохие в уровне на покупку и потом пятницу все эти уровни просто жестко срезали и при всем при этом открытый интерес не изменился сейчас идет прирост открытого интереса позиции открывают дельта нулевая то есть тут уже смотри сами после такого сильного сброса вполне не исключено что может быть ситуация резкая отработка и поход на север хотя по фондовому рынку я смотрел акции роснефть газпром то есть там ситуация вполне как раз в обратную сторону на снижение февраль очень часто фондовый рынок особенно нефтекомпании российской идет отсечка сбрасывают потому что уже сезон закончился и такие самые журные прибыли доходы в но ожидаемо не как бы он закончится период поэтому акцию часто скидывают соответственно возьмите это на заметку в этой соответственно и отобразится на фьючерном контракте на индекс ртс ну и напоследок с пим вот такая картина на час на сэнпи достаточно большие обороты тоже были в четверг и в пятницу как вы видите после 29 долларов движения есть хорошие биг трейды на продажу имеются то есть уже были предпосылки и в ушли ниже wp и сейчас вот курсируем к вот этой крайне удивительной неделю там выжить было очень тяжело то есть достаточно хорошая волатильность было и в очень ликвидный уровень то есть 4 400 3 43 и 0 то есть вот если брать по ядру недели то давайте возьмем сейчас более точно 43 06 43 40 и сейчас мы как раз в к этому уровню и идем по дельте непосредственно здесь самый плотный на поддержку 43 50 43 30 вот этот уровень в качестве поддержки можно взять сейчас его отдельно выделю собственно и открылись ниже пятницы сразу же ушли без каких-либо промедлений причем это европа сейчас идет две сессии на шорт без каких-либо колебаний идут без проблем по открытому интересу у нас получается прирост позиций но здесь был а прошлой неделе 2 и 2 начали и закрыли 2121 102 миллиона 150 сейчас пока идет небольшой прирост по позициям то есть вот эти сделки уже открывают на шорт соответственно уровень сопротивления 44 20 44 вполне может себя управлять как уровень сопротивления ближайший там день-два так точно динамика до конца контракта осталось у нас получается эта неделя следующая это уже две недельки и третья неделя это уже март вот здесь уже 4 марта собственно 4 марта и четыре недели осталось из которых более-менее полноценных 3 то есть последняя неделя там идет уже переход от одного контракта на другой и три недели до экспирации ну собственно само собой почему бы не сбросить позиции если они имеются вот такая у нас активность имеются на индексе s&p 500 ну и собственно карта по агрессорам подтверждает вот эту динамику на раз то есть вот у нас идет еще уже на той неделе были хорошие дисбалансы на этой 10 числа 27 тонн 22 тонн пятницу и сейчас уходим ниже неделю без проблем еще на европейской сессии и естественно то можем дойти до 43 25 43 7 откроется с сша американская сессия может открыться вернуть котировку хотя бы до 44 2 0 то есть как раз до лоев ну в минимума прошлой неделе то есть до своей торговой сессии оттуда могут дальше высыпаться ниже посмотрим то есть но сша если откроется ниже в своей торговой сессии они зачастую как раз корректируют цену хотя бы до уровней прошлой торговой сессии это как раз 44 до 0 плюс-минус вами был мне шлемах встретимся на следующем обзоре хорошей торговой неделе профитов и скоро весна так что только 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 хорошие новости только хорошие трейды всего на лучшего до сна и пока